Эти ставшие фигурантами уголовного дела ребята, несмотря на юный возраст, уже поднаторили в криминальных делах. Ранее оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности, причем за совершение аналогичных преступлений, связанных, как говорила Остап Бендер, с добровольным отъемом денег у населения. В окрестности тихого приволжского городка Маркса они прибыли с теми же намерениями. В жилище пенсионерки в селе Подлесное молодые люди оказались под предлогом установки газоанализатора. Эти приборы, пока не очень знакомые широкому потребителю, нередко выдаются злоумышленниками за некое ноу-хау с соответствующим неоправданным завышением цены при реализации. Более того, некоторые предприимчивые прохиндеи идут дальше. Под видом продавцов, попадая на чужую территорию, берут у хозяев все, что приглянулось, конечно же, без спроса. Пытались продать систему газобезопасности и после этого совершили хищение. Таким образом совершали хищение? Отвлекали жертву, вводил ее в коридор, а я в тот момент лазил по дому и искал денежные средства. У этой сельчанки, перешагнувшей 90-летний жизненный рубеж, были похищены 100 тысяч рублей. В настоящее время, по данному факту, следственным отделам отдела МВД РФ по Марксовскому району возбуждено уголовное дело по пункту АВ, части 2, статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается, есть основания полагать, что это не единственный эпизод на счету задержанных. Если вы пострадали от противоправных действий этих граждан, располагайте информацией о том, что при похожих обстоятельствах лишились денег вашей близкой или знакомой, как можно скорее сообщите об этом в полицию. Ольга Орлова, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов. Ольга Орлова, Анатолий Чернов.